Девчонки, всем доброе утро! Я надеюсь, у вас просто потрясающее настроение, потому что мое настроение сегодня просто волшебное, и это вообще нормально, что мое настроение зависит от того, что есть ли за окном солнце. Но сегодня просто потрясающий день, я сегодня вскочила с кровати, мое утро началось очень-очень бодро, я уже сделала зарядку для лица, и не просто сделала зарядку для лица, массаж, я и записала вам подробные упражнения о том, как я все это делаю, что я перебегу, чтобы мне солнце в глаза не светило. Я записала об этом подробные упражнения, поэтому обязательно переходите в мой инстаграм и ищите в рилсах, очень классно, невероятно бодрит, как говорит моя мама, мурточка лица сразу такая типа оп, подтянулась, улыбнулась, солнце светит, вообще у меня сегодня энтузиазм. Зачем я встала так рано? Ну, на самом деле. Я сегодня еду в институт. Вы не наслышались, товарищи, спустя середины октября 21-го года Настя первый раз едет в институт. Это капец. И нет, с удаленки нас пока не сняли, до конца этой недели мы еще можем сидеть, но у меня, так как я уже написала половину диплома, даже больше половины, мне нужно обсудить ее с моим научным руководителем по зуму, по телефону. Делать очень неудобно, легче просто сесть друг на против друга, чтобы она сразу мне внесла коррективы, я быстренько там что-то подшаманила, вот, и начала работать себе спокойно дальше. Вот это делать гораздо легче с глаз на глаз, я думаю, меня многие сейчас поймут, кто студент или вообще какие-то работы обсуждать с научниками, с учителями, с преподавателями гораздо легче один на один, поэтому я сегодня еду в институт, беру вас с собой. Ну, а сейчас мы с вами пойдем завтракать, потому что я уже сделала зарядку, как я уже сказала, легкую такую тренировочку, уже попила водички, пейте, главное, водичку, не забывайте, вот, если вы сегодня не пили воду, я не знаю, в какое время вы открываете этот влог, то прямо сейчас идите, выпейте стакан воды. И ваш организм скажет вам спасибо, вот. А мы с вами идем завтракать, мой самый-самый любимый традиционный завтрак, который в последнее время ем постоянно, и вы уже, я думаю, догадались, что это. Пока я крашусь, собираюсь, я решила, что как-то я много воды выпила, и есть пока не хочу, пока что у меня есть время, я решила сначала накраситься, а потом пойти кушать его. Поэтому последние новости в мире без политики. У меня опять начались гормональные женские проблемы, девчонки, это беда, это просто трабл ситуация, потому что у меня опять проблемы с критическими днями, на минуточку, сегодня у меня уже 47-й день цикла. Это просто трэш, по-другому не скажешь. Мой личный рекорд это 48 дней, вот сегодня уже 47-й, посмотрим, что будет завтра. Послезавтра у меня назначительный прием к гинекологу, вот, потому что я, вы знаете, что я собиралась к нему еще аж в январе, потому что в конце декабря я сдавала анализы гормональные, да, а это как бы, ну, дело не быстро, потому что каждый анализ, он там сдается в определенный день цикла, то есть на это надо убить по факту месяц времени, вот. Поэтому я ждала, потом у нас тут опять локдаун, чё-ничё, ничего-ничё, и, в общем, январь я прошлындалась и к врачу не попала. И вот у меня опять эта проблема вернулась, то есть врач мне сказал, что в целом мою проблему, наверное, решить можно только с помощью гормональных препаратов, я к этому отношусь не очень, как вы знаете, у меня очень позорное зеркало. Всё, хочу купить новое, ну, как-то всё не до того. Вот, и, скорее всего, да, я опять буду сидеть на гормональных таблетках. Вот, я сидела на Джессе одно время и, в принципе, ничего, но по последним показателям, когда я начала его принимать снова, то, что по показаниям врача, у меня организм его не принял, и сказал такой, типа, нет, оно тебе не надо, давай что-нибудь другое, вот. И как раз в связи с проблемами с Джессем и с его применением я и пошла на анализы и на всё остальное, вот, и мне должны выписать другой какой-то препарат, я понятия не имею какой, чтобы контролировать всю мою невесёлую ситуацию. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, то есть, скорее всего, это связано с нервами, со стрессом, с каким-то ещё с чем-то, знаете, вот эти все банальные проблемы, потому что я человек достаточно впечатлительный. И, возможно, многое принимаю близко к сердцу, у меня был очень-очень напряжённый декабрь, прям очень сильный, возможно, это повлияло как раз на это, вот. Плюс ко всему, у меня сейчас немножко сменились приоритеты в моей жизни, в том плане, что... Секунду, румяна не ношу. Румяна, кстати говоря, наношу на скулы, чтобы ещё сделать лицо более фактурным, не на щёчки, то есть вот сюда, а вот на скулу. Вот, о чём я говорила. А, да, в жизни происходят определённые изменения, точнее, не то, что изменения, а смены приоритетов и смены целей. Я более-менее тут посидела, подумала, разобралась в себе. Ну, знаете, после стрессовых ситуаций, после каких-то ты волей-неволей начинаешь задумываться о своей жизни, потому что, как говорит... Говоря жаргоном ТикТока, жмыхнуло меня нехило в декабре, и я такая подумала, боже, может быть, мне это знак свыше, потому что, разумеется, вы не всё видите, что происходит в моей жизни. Личное, какое-то основное личное, оно остаётся личным, вот. И я подумала, может быть, мне это знак свыше о том, что я какие-то приоритеты расставляю неправильно, и что немножко траекторию своего движения надо поменять. Вот, я человек верующий, суеверный. Может быть, это плохо, может быть, и неплохо. Я не знаю, что там существует в мире, там, я не знаю, каждый верит в то, что верит, там, кто-то в Бога, кто-то в высшие силы, в судьбу. Я искренне считаю, что что-то в нашем мире существует, что-то выше нас, вот. Поэтому я подумала, может быть, это действительно был знак, потому что очень-очень сильно я болела. Кто был со мной в этот момент из вас, вы видели, да, я выпускала и влоги, и всё, скорее всего, кстати говоря, я их закрою, вообще, видео с этого периода, потому что тяжёлый период, мне его тяжело вспоминать, вот, мне очень хочется, поэтому, скорее всего, я эти видео просто ограничу к ним доступ, вот. Поэтому, да, в четверг я иду опять к врачу разбираться со своими проблемами, но, как вы можете заметить по мне, я абсолютно не унываю, абсолютно всё в порядке, потому что, ну, типа, знаете, иногда бывают задержки очень тяжёлые у меня в том числе, когда у вас там боли жуткие, ещё что-то. Сейчас у меня немножко отёк, 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 отёк низ живота, прям совсем чуть-чуть, это даже незаметно, вот. В целом, у меня нет никаких болей, меня не тянет, есть всё без разбора, то есть на какие-то там ещё что-то и так далее, и так далее, вот, поэтому, как бы, обходимся малой кровью, но, разумеется, раз происходит такая ситуация, что-то в организме не в порядке, и проблему надо решать, чем я, собственно говоря, сейчас и займусь. Вот у меня основные две мои проблемы. Не проблемы, а, так сказать, поле деятельности, это своё здоровье, дописать диплом и развивать YouTube и Instagram, всё. Всё. И, знаете, мне нравится моя жизнь, я от неё кайфую, и, опять-таки, после вот таких каких-то ситуаций трабловых в вашей жизни, когда вот всё идёт не так, как вам надо, и, кажется, вот действительно кто-то сверху просто спускается и даёт вам такой хороший подзатыльник, о том, чтобы вы задумались о своей жизни, и вы просто начинаете легче дышать, и воспринимаете вообще вот всё, что есть вокруг вас не как данное, а как вообще какую-то такую немыслимую благодать, и это просто суперклассно. Я вам в каждом ролике говорю о том, что бумеранг добра, цените то, что вы имеете, и будьте благодарны вообще за то, что есть в вашей жизни, потому что никогда не ведитесь ни на Instagram, ни на YouTube, ни на что, потому что я сама, будучи человеком, да, строящим, развивающим YouTube-канал, могу сказать, что всё, что попадает на YouTube, это, не знаю, максимум 20% от жизни человека, и там он, может быть, ночью в подушку ревёт, а тут на камеру он улыбается, не переживайте, я не реву, у меня всё норм, особенно после декабря, вот, поэтому любите себя и цените, что есть в вашей жизни, вот так. И всё будет классно. Кстати, в продолжении вот всей вот этой темы за благодарность и так далее, вот то, что у меня декабрь был таким тяжёлым, я недавно, о, господи, в TikTok, главная образовательная платформа 2022, 2021 тоже в продолжении, наткнулась на одного мужичка, который рассуждал о том, как понять, правильно ли вы поступаете в своей жизни, то есть, ну, не то, что правильно ли поступаете, а как по правильному ли пути вы идёте. Я, на самом деле, очень-очень интересная мысль, я вам сейчас её расскажу, но я могу сказать, что я сама об этом задумывалась, и увидела это видео, такая подумала, о, значит, не я одна об этом думаю, значит, наверное, в этом есть какой-то смысл, хотя, ну, смысл в этом реально есть. Тема такая, что вот, допустим, бывает, что вы встаёте с утра в превосходном настроении, вот вы встали, я не знаю, вот вам прям жить хочется, но у вас запланировано какое-то дело, вот, допустим, вы должны там куда-то пойти или что-то сделать, там, я не знаю, да, господи, тот же институт или ещё что-то, и вы вот встаёте в прекрасном настроении, и вот вы идёте куда-то, да, или начинаете делать какое-то дело, и у вас одно, второе, третье, десятое, вот вам постоянно что-то мешает, вот ваше настроение, как будто бы вот это листок бумаги какой-то, да, и ваше настроение вот так берут, и постепенно вот так комкают, 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 и к концу этого дня вы становитесь просто как вышатый лимон, а дело, казалось бы, пустяковое, или там поездка какая-то пустяковая, а бывает наоборот, что вот, например, как я сегодня, несмотря на то, что светила стонца, я встала сегодня в не очень, так сказать, настроение счастливым, но при этом я сделала тренировку, я сняла материал для того, чтобы скомпоновать рилс в инстаграм про гуашу, я снимаю лог, рассказываю вам что-то, и моё настроение просто поднимается, вот я серьёзно, я встала, горкнула на кота, потому что он меня разбудил, так я думаю, блин, ещё надо ехать в институт, разговаривать, блин, про этот диплом, так не хочется, так уже надоело, скорее бы всё закончилось, и так далее, и так далее, но потом вот я, знаете, не знаю, встала, солнце светит, тренировку я сделала, на тренировку ещё не потратила 10 минут, 10 минут пропотела, как собака, беговая собака, хаски, блин, пропотела, сходила в душ, вынула голову, сняла римс, крашу сижу, потанцевать успела рядом с зеркалом, и моё настроение, оно настолько поднялось, и, короче, мысль состоит в том, что если вы идёте по правильному пути, это приносит вам счастье, то есть человек, это такое существо, которое вот кто бы что ни говорил, но люди, они должны испытывать счастье, просто многие люди, очень многие реально идут по какому-то действительно неправильному пути, кто-то сидит в офисе и постоянно, да, вот за компьютером, а его предназначение может быть в том, чтобы, там, вот я не знаю, быть художником, там, не знаю, ещё кем-то, или путешествовать, не знаю, снимать влоги на ютуб, ещё что-то, кто-то наоборот пытается что-то рисовать, а его предназначение может быть, там, великим математиком или великим программистом, ну, в общем, мысль такая, что если вы поступаете в своей жизни правильно, то есть высшие силы, там, судьба, она как бы тоже не глупая, это должно приносить вам счастье, то есть в мире ни у кого нету, вот, ну, грубо говоря, про что-то сверхъестественное, или, опять-таки, ни у кого нету цели вам навредить, вот. Поэтому, если вы несчастны, значит, это результат исключительно ваших действий, значит, вы не замечаете какие-то знаки, вы не замечаете вот какие-то вот, не знаю, элементарно какие-то вот такие вот моменты, которые говорят вам о том, что это не ваше, вам нужно стойить, а в чём-то другом. Вот я кайфую от того, что я делаю, и даже от понимания того, я уже как-то вам говорила о том, что иногда я прям действительно про себя могу поныть, что как меня сдолбал институт, что мне не нравится моя профессия, ещё что-то, но потом я понимаю, что студенчество в моей жизни больше не повторится. И это последние полгода, когда я могу вот в этой каше повариться. Мне нравится учиться, мне нравится тема моего диплома, мне нравится человек, мой научный руководитель, с которым я это пишу, и я от этого кайфую. Не от того, что мне это нужно или ещё что-то, от того, что, я не знаю, просто сам процесс, потому что даже вот учитывая то, что я не собираюсь работать по профессии, институт мне дал очень много в плане каких-то жизненных ценностей, в плане каких-то, не знаю, жизненных знакомств. Я в институте познакомилась со своей просто наикрутейшей подружкой, любимой, с которой, я надеюсь, я буду общаться до конца жизни, чтобы не согласить. Вот, и как бы нужно быть за это уже благодарным, потому что, возможно, если бы я не пошла куда-то туда, вот, например, да, я бы с ней не встретилась, а хорошие люди рядом, верные люди, которые вас любят, которым вы можете доверять, это намного ценнее, чем вот вся вот эта шуруп-бра, поэтому вот чисто у меня такое философское утро, даю вам пищу для ума и для того, чтобы вы поразмыслили. Я приехала в институт, жду своего научного руководителя, и я так торопилась, что забыла с этим завтрак. Но он был классическим, это была моя классическая яичница с сыром, чёрный тост, овощи и моя любимая вычинка. Поэтому не знаю, сколько я сейчас работаю в институте, я уже начинаю хотеть есть. Так, я уже дома. Отсудили все рабочие моменты с моим научным руководителем. Есть над чем поработать, есть что подумать, есть что поделать до конца недели. Умираю, хочу есть время, потому что уже, между прочим, я завтракала, даже не помню, сколько я завтракала, но поехала я туда к трем, время пять. Вот я иду обедать, или уже ужинать, я не знаю. Вот, но мама мне сделала очень классный, крутой супчик, а прядок, поэтому пойдёмте скорее кушать. У меня здесь декорный суп, тосты, куриная грудка. Я сейчас ещё бутерброд сарм сделаю. Блин, ребята, такая глупая. Со мной такое бывает редко, но метко. Вы знаете, что я обычно все свои делишки по учёбе выполняю всегда сильно заранее, чтобы потом как бы, ну, сделать и забыть, и вообще не париться, вот. В этот раз, в принципе, было всё то же самое. У меня завтра пары. Сегодня у меня пар не было, я просто ездила в институт, чтобы поговорить с своим научным руководителем. Минуту. Вот. Пары у меня завтра. И, собственно говоря, что получается? Получается то, что я начала делать доклад ещё неделю назад на завтрашнюю пару. И я думала, что я его доделала. Но нет. Оказалось, я не доделала полтора слайда. Полтора слайда. Хорошо, что я сейчас зашла посмотреть, доделала я это или нет, потому что у меня это завтра первой парой. Я не наделала полтора слайда. Вот чуть-чуть не дописала. Возбывает такое. Это из разряда я... Если честно, я даже не помню, почему я их не доделала. По-моему, мне на что-то отвлеклась. По-моему, мне позвонила подружка и такая «Да-да-да-да-да-да-да-да». Хорошо, что посмотрела. Так. Я зависла на полтора часа на телефоне с подружкой. Поэтому ужин у меня прошёл в такой вот лёгкой форме. Съела три вот таких хлебца. И мой любимый кефир. Очень много перепробовала кефира в последнее время. До этого, кто помнит, я и пила, знаете, такие маленькие кефирчики. Детские. Агуши. Три и два процента вроде бы. Но они мне разонравились. Они какие-то слишком тяжёлые, слишком густые. В общем, три и два процента жирности для меня многовато. Вот я перешла именно на два с половиной. Пробовала однопроцентный. Но он какой-то прям, знаете, слишком концентрированный. В общем, вот этот вот вкус брожения, он прям очень чётко видно и ощутимо. Вот. Поэтому вот два с половиной именно простоквашина. Самый для меня вкусный кефир с вот этими вот хлебцами карамельными идёт просто на ура. Вот. А я собираюсь в душ. Сейчас, возможно, сделаю какую-нибудь масочку для лица. И пойду спать. У меня завтра пары. Поэтому увидимся с вами завтра. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, ребят. Время десять. Я проснулась, уже позанималась тренировкой, как я вам и говорила. Я внедрила тренировку «Кэндалл» в свою подседневную рутину. Миксую её с другими тренировками. Она очень классно прокачивает фрез и очень сильно бодрит. Я, как видите, уже собралась. Всё потому, что мне пришло оповещение с почты о том, что пришла моя посылка. И я понятия не имею, что это за посылка. Вот. Точнее, я знаю, что я заказала, но это должно прийти сильно позже. Если она придёт мне раньше, это будет волшебно. Но она прям сильно дней на десять, наверное, раньше пришла. Может быть, наша почта начала хорошо работать. Я не знаю. Можно было заказать доставку до двери. Так как я проснулась, такая думаю, лень куда-то идти. Но потом я посмотрела, какое на улице прекрасное опять солнышко. Я такая думаю, нет, Настя, давай мы с тобой соберёмся. И пойдём прогуляемся. Тем более, утро у нас всё равно свободное. Тем более, пары у меня сегодня с трёх. И до семи вечера я буду сидеть синим вот на этом стульчике, за этим столом, за компьютером. Поэтому давай хоть немножко разомнём косточки. Считаю это решение правильным. Жить хочется. Так, я вернулась с почты. По дороге зашла в пекарню и купила только что испечённый хлеб. Очень вкусный. Поэтому я просто супер-пупер жду завтрака. Но сначала я вам покажу, что мне пришло. Это всё-таки та самая моя долгожданная посылка, которая пришла раньше и ждала её чуть меньше. И я не могу найти ножницы, чем мне эту красоту вскрыть. Я очень надеюсь, что всё дошло в целости и сохранности. Первый раз заказываю с этого сайта. Сейчас вам всё покажу, расскажу. Но если всё хорошо, это будет одним из моих наилучших приобретений. Надеюсь. Вскрываем. Конвертик. И это нереальной красоты корсет. Девчонки, это просто потрясающе. Вы знаете, как я уверена, вы видели очень много фотографий, очень много видео в Инстаграме, в ТикТоке с вот такими вот корсетами. И я себе тоже такое заказала. Сейчас буду мерить. Просто посмотрите. Под пиджак, под джинсы. Мне кажется, подо всё абсолютно. Очень классная штучка. Просто. И стоят гораздо-гораздо дешевле, чем в шеломах. Так как я вам даю честный отзыв, могу сказать, что вот таких торчащих ниток здесь, конечно, много. И где-то тут вот ещё было. Ну, в целом, конечно, вот видите сейчас. Вот такие вот штучки. Вот они как бы махрятся. Вот эта штука, она по всему периметру корсета. Вот. Но, как бы, это не страшно. Это можно всё ножничками аккуратно доделать. И будет супер шикардос. Размер у меня XS. И то он мне даже большила чуть-чуть. Поэтому, в целом, покупкой своей довольна. И, наконец-то, можно идти завтракать. Так, мой классический завтрак на протяжении уже долгого времени. Яичко. Моя ветчина любимая. Хлебушек. Сегодня не поджаренный, так как он свежий и хрустящий. И овощи все кончились. Остались только безвкусные помидоры, но их я есть не хочу. Так, время 4 часа. Я сижу на парах. И у меня обед. Тыквенный супчик. Реклама суши. Очень в тему куриная грудка. Кусочек хлебушка. И сметана 15%. Там я прям чуть-чуть осталась. Остатки роскоши. Готова признаваться дистанту в любви и вечности. Это очень здорово, когда ты можешь кушать прямо на паре. Никто тебя не спалит. Так, время 7 часов. У меня закончились пары. Я уже сижу, монтирую это видео, чтобы оно быстренько вышло. Без всяких задержек. Вот. И сейчас пойду ужинать. Правда, что я буду ужинать, я вообще не представляю. Может быть, опять кефир просто выпью и все. Потому что как-то вроде есть хочется, а вроде не хочется. Короче, остатки роскоши. Решила я доесть все-таки суп тыквенный и бутербродик. Так, день у меня завершается чаем. Кефир, видимо, сегодня все-таки не судьба мне выпить. Как-то не хочется. Поэтому я сейчас буду домонтировать ролик. Мне осталось совсем чуть-чуть. И пойду лежать в ванну, отдыхать. День у меня какой-то был напряженный. Ну, как-то, знаете, пары кончаются поздно. Всегда так. Не люблю учиться по вечерам. Люблю учиться с утра. Потому что ресурсное состояние, оно все-таки с утра. Не знаю. Я больше, наверное, жаворонок, нежели саба. Поэтому мне легче в первой половине вообще сделать. А к вечеру мне надо уже просто, не знаю, книжку читать. Сериальчик смотреть. Вот ролики монтировать. Потому что ролики для монтировать мне в плане головы это такой очень расслабляющий процесс. Я кайфую от своих роликов. Ну, не в смысле я кайфую от своих роликов. В смысле я... Мне очень нравится процесс. Это творчество мое, я считаю. Вот. Поэтому сейчас буду заканчивать монтаж. Идти в ванну и уже ложиться спать. Потому что завтра у меня тоже день насыщенный. У меня завтра врачик. Поэтому посылаю вам самые-самые добрые посылы. Любите себя, самое главное, девчонки. Никогда, никому. Просто никогда и никому. Не позволяйте себя принижать. Ставьте всегда себя на первое место. Потому что мы у себя самые лучшие. Самые красивые. И мы единственные, кто с нами будет всегда. Родители, друзья. Это как бы, к сожалению, все не вечно. Мы единственные люди, которые будем самими собой постоянно. Вот такая вот у меня мысль. Поэтому посылайте бумеранг добра. Делайте добро, чтобы оно вам возвращалось в трекратном размере. Любите себя. Ухаживайте за собой. Будьте такими же замечательными, какими у меня есть сейчас. До встречи в новых роликах совсем-совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok